Всем привет дорогие друзья, с вами Никита и сейчас речь пойдет об игре Trials Frontier. Можно сказать, что данный жанр игры уже настолько надоел, что просто проходим мимо. Но данное детище от Ubisoft Entertainment все равно возвращает нас к тому, что мы все дальше и дальше катаемся на мотоцикле, убивая свои нервы и переживая то, что вы не можете побить свои же рекорды. В чем фишка этой игры? А в том, что здесь есть сюжет, нужно выполнять квест, улучшать байки и чтобы улучшить байк, конечно же нужно либо задонатить, либо ждать неопределенный срок. Эту игру портит привязка к Uplay и донат. К сожалению, без интернета в эту игру не поиграть, что меня немножко разочаровало, все-таки не всегда и не везде у нас интернет под рукой. А вот то, что привязка к Ubisoft, это с одной стороны хорошо, можно на нескольких девайсах играть, и у вас будет сохраняться прогресс, а с другой стороны, опять же, это привязка к интернету. Ubisoft создали некую вещь типа Play-игры, куда у нас будут отправляться все прогрессы игры от Ubisoft, что в принципе довольно прикольно. Вещь симпатичная, даже там показывает топы во всем мире. Но я не знаю, сможет ли она конкурировать с тем же, например, Steam, я не знаю. И, кстати, да, те, кто ругаются, что у них игра лагает, что у них там зависает, когда они ставят улучшения на мотоцикл, нефиг ставить единицу этой игре, потому что игра действительно хороша, и да, хромает оптимизация. Дело не в том, что там, не знаю, у вас там может быть девайс говно, или там разработчики криворукие, нет. Вечная проблема андроида – это оптимизация, поэтому нужно оценивать, ну, быть нормальным, адекватным человеком, и не сразу бежать ставить единицу. Все-таки разработчик – это не левый, уже довольно давно нас радует качественными продуктами, думаю, со следующими обновлениями нас порадует. Мы начинаем играть в деревне, где мы заходим в таверну, берем квесты, причем разнообразные квесты, либо собрать деталь, либо еще что-нибудь, либо победить кого-то и так далее. Есть магазин донатный, как же без него, и есть магазин, где мы улучшаем этот цикл, или же собираем новый по чертежам. В конце каждого уровня у нас будет барабан, в котором, в принципе, чисто теоретически можно выиграть кристаллы, которые считаются донатной валютой. Но шанс их выиграть настолько мал, что я не знаю. Ну, в принципе, за неделю игры я, наверное, раз, ну, 5 точно попадал, то есть 5 на 5 – это 25 кристаллов, которые успешно я вбухал на ускорение установки улучшайзеров на мотоцикл, или же на тот же самый барабан, чтобы прокрутить его несколько раз. В целом, озвучка офигенная. Задумка, ну, конечно, да, сам жанр изъезженный, но сделали, преподали его таким, как, ну, мы еще такого не видели. В принципе, что затягивает, и я лично довольно долго провел в этой игрушке, и вам всем советую. К тому же, игра доступна бесплатно в маркете, ссылка в описании под видео. Думаю, пора заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня в Твиттере, в Инстаграме, пишите вопросы в Аск, заходите на мой сайт. Пока-пока.